Мне повезло, я как-то получила грант от университета. Я поехала учиться в Америке. И мы гуляли с ребятами по маркету. И там были десерты. Десерты, там была компания, мама с дочкой, они только начинали тогда свою работу. И десерты были в стеклянных баночках. Но они были безумно вредны. Там все е на составе написаны, красители, калории, жир, то есть все максимально плохо. И я тогда взяла эту баночку в руки, посмотрела на нее, думаю, будь ты полезной, будь ты натуральной и, может быть, менее калорийной, я бы тебя с удовольствием купила за любые деньги. Потому что действительно очень милая вещь. И как-то я у них стащила флайер, пришла домой в общагу. Думала, тогда, наверное, еще эта мысль полностью у меня бы не сформировалась, но уже были какие-то задатки такие. И потом я рассказала об этом своей семье, потому что у меня в семье никто не ест сахар. То есть у меня и отец на правильном питании, и мама, и я тоже в свое время начала заниматься спортом. Подруги у меня тоже. Ну, как бы мы знаем, что в принципе реально готовить вкусные десерты, которые будут без сахара, которые будут низкокалорийные, но при этом они к обычной тортике. И я рассказала про эту мысль, вернулась в Россию, и, ну, получилось так, что я пришла еще один номер. И должна была уезжать в Канаду. И перед этим мне, прямо совсем перед отъездом, мне девушка-брат, я ей рассказала эту историю, она подумала, что я запускаю, что я прям решила 100%, а мне было тогда очень страшно. Ну, как бы это мы... Ну, сколько мне было, 20 лет, когда мы куда запускать производство свое? Это же действительно, это огромная ответственность, это очень много каких-то моментов, которые непонятно, как делать. У меня был курс по принципу Lean Startup. Вот, это интересная концепция, которую тоже, опять-таки, в России очень мало затрагивают, наверное, зря. Вот, а в Америке, в Канаде это популярная вещь, это о том, как запустить производство, не имея больших финансов. Ну, не производство, а любой бизнес, да, абсолютно, не имея больших финансов, не зная, будет ли работать твоя идея, как ее проверить, в общем-то. Вот, с минимальными затратами и времени, сил и денег. Вот, здесь сухой склад у нас, с полной с, то есть здесь лежат всевозможные специи, какие-то сухие ингредиенты, лежит вода для производства и для одну, чтобы не профессионала, какие-то бахилы, шапочки, в общем, вся такая история. Дальше у нас идет смытье, в общем-то, всей посуды, вся в банах, оно происходит здесь. То есть, перед тем, как это занести уже в ЦК, нужно будет обработать. Вот, также здесь хранятся фрукты, потому что помещение холодное, которое сразу же по ящичкам разбирается и тогда берем, так лежит. Я вернулась, я еще училась в университете, и у меня был последний семестр, как раз-таки я бакалавра заканчивала. Первый шаг, который у меня был, я нашла на Headhunter девчонку, которая была обычным кондитером, и она искала работу. Ну, как бы, она работала в какой-то кондитерской, и вот думала уже уходить. Мы с ней встретились, я ей рассказала про свою идею, и она сумасшедшая совершенно, она решила уйти с работы и пойти со мной пробовать. Вот, ну, тоже такой человек, который мне очень помог на моем пути. И мы с ней месяц дома пытались что-то приготовить, какие-то рецепты в интернете смотрели, что-то она там из своего опыта, что-то я из своего опыта. Встретились, значит, стали готовить, и первый такой серьезный шаг был, я взяла банок на 50 тысяч рублей. Потому что меньше было не купить, ну, вернее, можно было купить, но это дорого. Да, то есть мы купили огромную палету, с моим братом мы ее распаковывали в такие коробки в обычные, пихали в машину и водили, у меня это все лежало дома в гараже. Вот, было интересно. Особенно с этим делается, не верила, что можно будет вообще как-то продать. Сейчас мы продали таких уже, ну, много таких на данный момент. Надо посчитать, сколько таких по летам уже продали. Вот, ну, около 25 тысяч десятых, наверное. А тогда было там 4 тысяч, потому что все, как это делать. И мы взяли помещение в аренду, потому что, ну, мы понимали, что еда – это ответственность большая, да, то есть, чтобы выпустить продукт, чтобы его можно было продавать, нужно его задекларировать. Ну, там целая такая большая процедура, чтобы сделать продукт легальным. Делать что-то, ну, как бы дома готовить и продавать – это не хотелось. Потому что, ну, была цель изначально, была большая мечта – сделать правильное питание доступным. Для тех людей, которые не могут себе позволить, либо там, ну, не едят сахар по той или иной причине, или боятся потолстеть, или еще что-то. То есть, именно сделать это распространенно по городу, чтобы можно было идти, вот. И захотелось сладкого. И ты не мучаешь себя тем, что, боже, как же мне дотерпеть до дома, где я приготовлю себе что-нибудь на стеве. А вот просто можно было пойти в магазин и купить это. Поэтому изначально мы не стали это продавать онлайн или готовить это дома, но мы сразу стали, вот уже такие шаги интересные предпринимать, чтобы продавать это в каких-то точках. Ну, естественно, мы тоже, мы сначала проверили эту идею, то есть мы взяли какие-то концепты такие небольшие и пошли. Я пошла в сумму холодильника по Невскому, и за два дня я пошла, наверное, в все кафе, которые были во всей этой округе. Просто приходила, рассказывала про свою идею и говорила, что, ну, вот, возьмете ли вы такое, если мы запустим производство. И, к моему огромному удивлению, было несколько заведений, которые сказали да. То есть, приходи с документами, приходи с десертами, мы у тебя возьмем, потому что интересно иди, и вкусно. Вот. И это тоже дало очень большую веру в себя, потому что я понимала, что мне есть куда это принести. Я знала, что есть очень много людей, которым это нужно, вот, но просто нет производства. Ну, и мы взяли в помещение в аренду. Вот именно уже это или какое-то другое? Нет, это вот и не потянули. Мы взяли в совсем маленькое помещение, там цех был, наверное, метров двадцать такой он. Ну, совсем простой. Вот. И мы сначала были вдвоем, то есть вот эта девчонка, она готовила, а я развозила. Я была водителем, маркетологом, менеджером по продажам, в общем, всеми подряд. Вложиться в производство, ну, там, да, если деньги тебе инвестировали, да, или какой-то они у тебя есть, любой может. Но можно сделать так, что ты все начнешь, а потом понимаешь, что твой товар не нужен. Вот, и очень часто, наверное, это очень большая ошибка у людей, что они считают, что им это нужно, значит, и другим это нужно. Это не всегда так. То есть нужно проверять, слушать, что люди говорят, и вообще максимально прислушиваться к ней. То есть ты сделал какой-то первый вариант продукта, ты сразу с ним выходишь в люди, ну, образно говоря, и слушаешь. Вот прям максимально общаешься с ними, спрашиваешь, что нужно доработать, и дорабатываешь, что важно, да. То есть не просто пошел, ушел, как бы, и дальше занимаешься своим делом, ты дорабатываешь свой продукт, и только тогда можно сделать действительно то, что нужно будет людям.